Привет всем, мы продолжаем распаковку старых киндер сюрпризов. Сегодня у нас 15 выпуск и очередные 9 упаковок по 3 киндера в каждой из старых киндеров. И начнем вот с такой вот упаковки. 2011 года, написано серия 11, киндер Ово. Не знаю, откуда эта упаковка у меня пришла. Ово, это с какой вообще страны. Ну давайте посмотрим, будут ли здесь коллекционные игрушки или только сборки. Ну вот, ааа, состояние киндеров оставляет желать лучше. Но похоже, что все-таки старые киндеры внутри, а не как обычно у нас бывает, что обманул продавец. Снова прозрачные капсулы, такое мы видели уже, видимо, в этих киндер Ово всегда прозрачные капсулы. Итак, здесь у нас как будто бы коллекционная игрушка. Так, посмотрим. Нет, это сборка, которую я все хочу собрать. С лупами, разные здесь зверушки, которые что-то ищут детективы. И здесь у нас львенок детектив. Такая вот симпатичная коллекция. Ой, я, кстати, такого вкладыша не видел. Что-то какие-то значки разноцветные. Да, вся коллекция, все несколько коллекций. И как будто бы он тут к на Тунцах относится. Киндер, не знаю, да, вроде бы слова на Тунц нету. Так, ну вообще коллекцию-то мы уже частенько видели. И я бы ее тоже к коллекционным скорее отнес. У нас хотелось бы собрать полностью, поскольку она такая, да, выглядит очень симпатичная. Очень хорошо эта коллекция получилась. Прямо такие настоящие фигурки. Можно действительно их к на Тунц отнести. Ну и уличить на стекло, чтобы что-то искать. Вот на такой вот обмачке. Например, лев здесь ищет шницы, да, куски мяса. Где-то их тут 25 штук аж спрятаны. Да, есть у нас первая игрушка на сегодня. И такого льва я еще не помню, что попадался. Так, далее песочные часы у нас. Тоже видели мы уже эти игрушки. Я вообще подумал, что это будет кубик, который тоже в таком прозрачном пластике. Как будто как стекло сделан. Хотелось бы мне все кубики собрать, но нет. Здесь у нас, гляньте, как в этой киндровой сделано. Да, это у нас, а, это у нас, наверное, такая, как в Спринте, на Тунц. Видите, значит, все-таки они к на Тунцу отнесли эту коллекцию. Ну, наверное, можно к на Тунцу отнести. И видите, просто значком таким, как называется это, MixArt. И тут можно, видите, посмотреть, какие еще коллекции в этом сезоне. Ну, что ж, необычно сделано. Это киндер ОВА вкладыш. Так, дальше у нас на Тунц, по-моему, да, печати. Вот эти печати всегда, по-моему, на Тунц относятся во всех странах. Да, снова, видите, здесь несколько коллекций необычно сделано. Да, это точно у нас к на Тунц относятся. Мы не будем открывать, поскольку потом она не сможет больше печати ставить. Так, ну что ж, такие вот необычные эти киндер ОВА. Так, далее у нас немецкая Маша и Медведь 2017 года. Не знаю уж, какая-то коллекция по счету была. Так, Медведь 2017 года. Ну, давайте капсулы достанем. Итак, две у нас светлые, одна темная капсула здесь. Так, кто у нас тут попадается? Первое, какой-то зверек. Но, по-моему, у них на Тунц не относятся. Нет, это у нас MixArt. Просто зверек на палец одевается. О, такой большой, да. Скорее, одно за мордочка зверяка на палец одевается. Тут как из двух частей состоит колечко. Надо продеть палец один, второй. Легко эту сборку потерять. Из двух частей состоит никак друг к другу не крепится. Так, далее у нас тоже какая-то не самая лучшая сборка. А, ну, снова у нас какая-то попрыгушка на пружинке. И я смотрю, что очень часто у нас такого типа игрушки были киндера. И в старых, и в новых киндеров. С GoMove у нас здесь попрыгунка. Так, ну, вот такую уже сборку мы в каких только вариациях не видели. В разных сезонах. И здесь у нас такой монстр попадается. Ну, и коллекционная посмотрим. Коллекционная. Это Маша и Медведь. Их вышло что-то там в коллекции 7. Да, он тут снова киндер с бумажками. В коллекции 7 вышла Маша и Медведь. И у меня ни одна не собрана. Да, в том числе те, которые в Германию выходили. Так, здесь у нас наша Медведица. Уже давно-давно не смотрели Машу и Медведь. Когда-то, да, когда были маленькие. Прям был наш любимый мультфильм. И Медведица у нас попадается. Не знаю, какая коллекция. 17-й год, наверное, 4-я, 5-я по счету. Так, далее у нас очень старая упаковка. Но тут надежды нет. Думаю, что здесь другие яйца положили. А все тот же самый продавец, который со старыми киндерами немножко обманул. До 20-го года свободности. Но, да, думаю, нам эти... Думаю, они нам не попадутся. Эти поросята. Да, да, видите, вместо них тут нам он покидал самых разных, новогодние. В общем, жалко. Вот, кстати, неинтересно. Не все новые он положил. Одна прям старая-старая капсула. Так, посмотрим. Может, все-таки там кто-то попадется. Так, здесь у нас сперва... Да, ну, очень простая сборка такая. В стиле киндера. Годов так, как раз 2017-го. В тех периодах, начиная с 2012-го, просто он не самый лучший сборки делать. И, да, такая вот непонятная попрыгушка. Да, прыгает он. Ну, как-то надо... А, вот так, да, защелкнуть. И потом... Потом что-то как-то сдвинуть, и он тогда прыгнет. Так, ладно, дальше идем. Цельная машинка у нас попадается. Так, цельная машинка. И тоже здесь у нас просто надо... Да, вот так вот ее толкнуть пальцем, и туда он поедет. Ну, кстати, не такая плохая машинка. Как-то в руках приятно ощущается. И то, что цельная. Да, ну, вот еще у нас это была коллекция, да, спринти. Ну, и вот интересно, что у нас положил продавец. Нашу самую старую капсулу. Видите, еще капсулы друг к другу крепились. Такое, по типу лего. О, это были человечки. Класс. Помню, хотел собрать все коллекции этих человечков. Самые разные. Это у нас работники аэропорта, да. Такая попытка была, видите, да, попытка, что там говорить, попытка сделать как лего, или как плеймобиль, да, таких человечков, чтобы дети собирали, играли. Ну, вот, может, кстати, не такая плохая была попытка. Может быть, сейчас бы пробовать киндеру что-то такое сделать с человечками. А, думаю, как он одевается. Да, вот так он одевается. Ну, вот пытался, пытался сделать лего или плеймобиль. Киндер сюрприз, но, видимо, не очень хорошо пошло. Идем дальше. Следующая у нас на очередь, такая вот необычная упаковка немецкая. Тоже, ну, здесь как будто бы сборки 2006 год. Разные сборки, да, вот такие нотки тоже, которые у нас недавно попадались. И здесь упаковка, да, не говорит, что у нас здесь какая-то коллекционная игрушка попадется, но посмотрим, посмотрим, будут ли вообще у нас здесь старые игрушки, или тоже у нас что-то подменяли. Нет, похоже, что игрушки здесь старые, действительно. Так, давайте достанем капсулы. Да, все три капсулы старые, еще, видите, одна в одну втыкается. Так, посмотрим, что у нас здесь за старая сборка. Может быть, какая-нибудь коллекционная? Да, вот они наши нотки. Тоже, как бы сборка, но такая сборка, что... А, нет, это еще не те нотки, еще есть нотки, которые как коллекционная серия. А, может быть, и коллекционная является здесь у нас нотки, которые к сборке относятся. Химпатичная сборка. Здесь у нас нота такая на пластинке, крутится и выглядит, конечно, выглядит очень классно эта сборка. Здорово, что их много было раньше, разных, и хотелось, хотелось собирать не только коллекционной серии, но и серии сборок. Итак, следующий у нас открываем. Здесь что-то такое цельное попадается. Итак, цельное, и это какие-то... Что это такое? Астрогенератор. Что это за астрогенератор? Их очень много, смотрите. Коллекции, какие-то баллы, 50, 30. В общем, тут что-то Kinder... А, вот, да, баллы действительно у нас. Что надо делать? Надо один к другому, наверное, приложить. Видите, магнитные они, и тогда выпадет какое-то число. Ну, в общем, что-то Kinder здесь пытался сделать, да, приложить или просто перевернуть. Нет, наверное, как-то надо приложить один к другому, и тогда можно, да, можно что-то, что-то там определить. Да, действительно, один и другой, видите, втыкается с разных сторон, и тогда в сумме можно баллы посчитать. В общем, что-то Kinder пытался раньше делать такое необычное. Так, следующее открываем, и еще один. Вот, сейчас как раз и проверим. Смотрите, еще один, это наш блочок Скорпион. А, видимо, к всем знакам Зодиака они подходят, и можно их туда соединить, получить какое-то число. Так, давайте попробуем их соединить. Вот так, хоп. О, соединились, смотрите, 40 и 30, 70. Так, еще раз, хоп, 40 и 30. А, нет, они всегда 40 и 30. А, наверное, это как совместимо знаков Зодиака. Смотрите, класс. Так, ну, я такого не видел. Хотелось бы всю коллекцию собрать. Наверное, это совместилось здесь, это знак Зодиака. Наверное, всегда 40 и 30 показывает, да? То есть, как бы, не очень совместимо. А вот, например, с другим где-нибудь там уже, может быть, вероятность побольше будет. Хорошего успеха. Ну, что ж, необычная сборка. Не видел такого прежде. Да, здорово, здорово. Почему бы нет? Так, котята-египтята. С котятой у нас очень старая коллекция. 90, по-моему, какого-то там, восьмого года, да? Срок годности должен быть. И иногда у нас здесь попадаются действительно они, старые киндеры. Иногда, иногда нам другое что-то подсобывает. Но бывает. То так, то так с котятами. Так, давайте откроем. И, ва, плохо выглядят. Плохо выглядят киндеры. Давайте их достанем, капсулы. Итак, посмотрим, кто нам тут попадется. О, это у нас коллекция с, да, светящимися в темноте медузами. Да, светящимися медузами, человечки. Да, у нас их много разных, но по две попадаются. И они еще в темноте светятся. Тоже бы здорово было бы эту коллекцию когда-нибудь собрать. Итак, следующее открываем. Здесь у нас книжка наша. Ну, что-то сегодня так себе. Распаковка. Много разных заборок. Не самых лучших попадается. Ну, иногда бывает хорошо. Иногда не очень. И как раз тут книжка тоже посвящена этой же коллекции. Вот с медузами. Тут как бы такой нутик, да, надо быстро листать. Да, две еще, по-моему, с двух сторон, да, разная история у нас здесь. Ну, не очень хорошо работает. Да, видно, что там акула плывет. Ну, такая вот сборка. Итак, последний посмотрим. Здесь у нас коллекционная может будет. Нет, здесь у нас... А, да, в этой коробке не было коллекционных. Здесь у нас на Тунс попадается водный пистолет. И тоже, по-моему, всей коллекции у меня этой на Тунсов нету. Да, да, нет, это еще не на Тунс. Это еще Киндер Цоа был. Да, потом был Нейтив. И потом только появился на Тунс. Так, вот такой у нас здесь симпатичный. Водный пистолет Верблюд попадается. Далее у нас традиционная Киндер Джой какой-то с китайскими иероглифами. Или, не знаю, какими, корейскими, японскими. Здесь у нас Звездные войны коллекция. И коллекция, да, пулялок точно. Звездные войны 2020 года у нас. Срок годности этих Киндер Джоев. Так, давайте посмотрим, будут ли все три у нас коллекционные игрушки. Так, открываем. И сразу же у нас, да, коллекционная попадается. Бумажки какие-то. Ой, какая-то тряпочка. Так, ну, разный мы видели. Старворд коллекции. По-моему, все они, в принципе, ужасные. Что пулялки, что головастики, не знаю, почему никак не могут сделать Киндер какую-нибудь хорошую коллекцию Звездных войнов. И так, да, коллекция с какой-то непонятной длинной тряпкой, вообще, не знаю, пулялкой. Как будто предлагает Киндер нам их вот так пыльнуть эту фигурку куда-то. Не знаю, зачем, что это вообще такое за ужас. Ну, вот почему-то Старвордсом прям совсем не ладится. У Киндера самые худшие коллекции, это вот обычно Звездные войны. Так, ну ладно, давайте посмотрим, все ли у нас коллекционные будут игрушки. И когда-то мне, по-моему, попадалась такая игрушка с этой коллекции. Ну, надо посмотреть. Да, может быть, если еще так парочку таких упаковок пойдет, то когда мы всю коллекцию соберем. Ну, здесь тоже самое, та же самая история, да, какая-то непонятная тряпка. Не знаю, что это вообще такое, да. Ее надо почему-то зафиксировать, потом поставить фигурку. В общем, какая-то странная очень история у Киндера. И тут еще такая есть пылялка, продеть ее надо. В общем, ничего хорошего, лучше бы сделали просто какие-нибудь классные, симпатичные фигурки. Старвордсом Киндер, еще бумажку, смотрите, положил. В общем, тут все самое худшее собрал Киндер в этой коллекции. Бумажки как мишень. Так, ну и последний Джои. Тут, наверное, тоже будет у нас коллекционная игрушка. Тут в целом неплохо. Да, может когда-нибудь придаться всю коллекцию собрать. Но, да, но сама, конечно, коллекция, прямо скажем, не очень. Итак, давайте последнего тоже соберем. Но хорошо, что, да, хорошо, что все три, все разные. Может когда-нибудь так повезет. И мы всю коллекцию для галочки, что называется, соберем. И вот третья наша игрушка с этой коллекцией. Итак, следующее открываем в упаковку из трех. И тут тоже у нас старые Киндеры 99-го года. Ну и вот, кстати, именно эти упаковки почему-то у нас, да, практически всегда действительно старые попадаются. Коллекция инопланетян. Как-то эта коллекция тоже не у меня прошла. Но вообще сборка тут прекрасная. Эти киндеры, да, видите, то есть они еще в хорошем состоянии. Эти киндеры 99-го года, да, срок годности очень старые. И у нас все классные. Коллекции и сборки тоже были классные в эти годы. Ну вот, кстати, темная капсула сразу же попадается. Коллекционная. Так, посмотрим, кто у нас здесь попадется. Нет, темная капсула здесь у нас, о, а здесь у нас пазл. Причем, да, причем обычный пазл. Так, следующий посмотрим киндер. Так, тоже темная капсула. Видимо, может быть раньше, в 98-м году. Это у нас в Италии киндер, да, может, не все были темные в Италии. Так, а здесь у нас сборка какая-то красивая попадается. Да, самолетики. О, мне кажется, были такие самолетики в моем детстве. Может быть нет, все-таки чуть-чуть другие были. Вот именно таких, именно таких я не помню. Да, чуть другой был самолетик. У меня в детстве, ну вот он едет и профеллер у нас тут крутится. Итак, такая вот симпатичная сборка из прошлого. И последний посмотрим в этой коллекции киндер. Здесь у нас просто, ну, должна попасться сейчас коллекционная игрушка. О, да, капсула, смотрите, как будто бы еще чуть темнее. Хотя, ну да, как будто бы, кажется, чуть темнее даже, чем предыдущая. Так, открываем. И здесь у нас должны наши быть инопланетяне. Да, вот она коллекция инопланетян. Как-то в моем детстве она тоже не у меня прошла. Не видел я ее. Может быть, она, конечно, только в Италии выходила. Или там в Германии. В общем, в Европе, но не в Восточной Европе. Итак, такая вот классная коллекция инопланетян. И у нас тут как будто бы он в каком-то принтере-сканере, да, сидит этот инопланетянин, который нам попался. А, да, вот он, он как будто свою фотографию копирует. И смотрите, вау, выглядит очень неплохо, да. Он вяжет такой и смотрит на то, как вылазит фотография с его мордашкой. А цельная фигурка еще была, конечно же, раскрашена вручную в те времена. Ну что ж, идем дальше. Далее у нас упаковка из трех Мстителей. Marvel 2015 год. О, боже мой, нет, нет у меня этой коллекции тоже. Думаю, это головастики. Нет, это не головастики, это тоже какая-то непонятная, непонятная коллекция. Так, это числа у них на головах крутятся. В общем, печаль, печаль. Вот это худшие были годы. У Киндера, конечно, 14-15-й. О, давайте достанем капсулу. Так, две светлых, одна темная у нас капсулы. Открываем. Так, что у нас здесь попадается? Как будто бы, да. Похожа на Тунс. А, нет, тут у нас просто крутилка. О, кстати, по-моему, недавно. Недавно похожа, типа, вышла игрушка. Мне кажется, да, недавно. Или, может быть, все-таки, это воспоминания у меня с распаковки старых киндеров. Сама идея, кстати, неплохая. Да, здесь у нас такая картинка. Если ее крутить, то, да, как будто бы ребенок перепрыгивает через препятствия. Итак, еще одна сборка есть. Так, давайте, пусть ребенок будет. Открываем следующую простую капсулу. И тут у нас, тут у нас, у нас Тунс попадается. О, на Тунс перевертыши. Очень симпатичная была коллекция. Да, пять перевертышей. Вообще, в детстве мне нравились эти перевертыши, когда попадались мне. Здесь у нас кто? Олень. Да, олень. Да, олень и лягушка. Вот так вот. Олень, лягушка, перевертыш. И давайте его соберем. Посмотрим, как он выглядит вживую. На Тунс у нас носится коллекция. Ну, вот так вот лягушка. А, вот так вот, хоп, олень. Да. Голова оленя. А, такой вот у нас здесь перевертыш попадается. Ну, и последняя коллекционная. Так, посмотрим, что это вообще за коллекция. Ни одной игрушки у нас в этой коллекции нет. И вообще, я даже не видел вкладыша из этой коллекции Мстителей. А, что у них здесь? О, боже мой, что это такое? Восемь каких-то голов. А, восемь голов. И, а, ну, смотрите, можно нажать. Какое это число уделить? Можно как кубик, да, использовать. В принципе, ну... Не лучшая. Не лучшая сборка, конечно. Которую я когда-либо видел. Так, как ее здесь вообще запустить? Или мы не той стороной? А, вот так вот. А, вот так вот, хоп. И он крутится. Четыре. Четыре. Как вообще она крутится? Шесть. Четыре. Пять. В общем, непонятно, какая-то коллекционная игрушка. Но, тем не менее, да, тем не менее, коллекционная еще один присоединитель новой коллекции. Так, дальше. Magic Sport 2. Нет у меня тоже этой коллекции. Ни одной. Magic Sport. И классно было бы их тоже дособирать. Критически они нам попадаются. Итак, тут у нас тоже что-то подмешали другого. Вот у нас две старые капсулы, темная и светлая. О, две новые капсулы, да, совмещенные. И одна, в смысле, старая капсула, темная. Так, ну, давайте со светлой начнем. Посмотрим, кто нам тут попадется. Какая-то цельная непонятная фигурка. Так, сейчас мы коллекционная, она относится или нет. Что это вообще? Какие-то попрыгунчики. Да, попрыгунчики. Как будто бы их об стену надо кидать. Но, не знаю, насколько мне пришло. Отлетает от стены. Не видел прежде этой сборки. Так, посмотрим теперь. Давайте темную новую. Вау, Тома Джерри. Класс. Прямо, прям, моя, моя большое желание собрать всю коллекцию Тома Джерри. Недавно, кстати, выходила Тома Джерри где-то в Америке, по-моему. Да, у нас на канале есть обзор на всю коллекцию. Такая была небольшая коллекция. Класс, 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 класс. Кстати, не знаю, это у нас коллекционная игрушка или сборка Тома Джерри. Но, конечно, для меня это коллекционная. Очень нравится мне Тома Джерри. И даже до сих пор мы смотрим Тома Джерри. Да, вот он так у нас на волне едет. Сколько всего игрушек коллекции, не знаю. Но, я думаю, это, конечно, коллекционная серия Тома Джерри. Здорово, здорово, что она попалась. Ну, посмотрим последнюю какую-то старую капсулу у нас. Старую капсулу еще и темную. Так, может быть, тоже здесь коллекционная игрушка попадется. А, ну да, конечно, коллекционная. Мэдик Спорт. Да, странно, что старый капсуле он. Хотя, видите, другие игрушки в новой. Так, Мэдик Спорт 2 и на магнитико здесь у нас. Или, нет, не на магнитико. Здесь просто краешком надо бить, чтобы улетел мяч. Ну, и Мэдик Спорт несколько было коллекций. И тоже было бы классно ее всю коллекцию эту собрать. Ну, конечно, Тома Джерри прям порадовал. Ну, что ж, такая была 15-я распаковка старых киндеров. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем спасибо. Пока-пока.